Эдуард Жавадович, какие болезни молодняка птиц характерны для птицеводческих хозяйств? Если говорить о нашем промышленном птицеводстве, о наших птицефабриках, то больше всего инфекционных болезней – это именно болезни, которые характерны для молодняка. Начиная с суточного возраста цыпленок может заразиться такими инфекциями, как болезнь Марика, нюкасская болезнь, инфекционный бронхит, реавирусный теносиновит, мекоплазма, галисептикум инфекции, ну и тот самый грипп, который через какое-то время периодически у нас в России возникает. Это тоже может заразиться цыпленок, начиная с суточного возраста. При этом надо различать, что некоторые инфекционные болезни, так называемые инфекции, передающиеся трансавариальным путем, это инфекции, которые передаются от матери к потомству. То есть цыпленок может заразиться еще когда он зародыш, еще когда он в яйце и проходит процесс инкубации этого цыпленка. Вот он, вылупляясь, уже несет в себе этого возбудителя. К таким инфекциям относятся мекоплазма, к таким инфекциям относятся лейкоз, к таким инфекциям относятся инфекционный бронхит. Вот эти большинство новых болезней, которые раньше не встречались у нас в России, тоже относятся к этим инфекциям. Кроме этих болезней есть инфекции, которые не передаются вертикальным путем, а заражаются цыпленок горизонтальным путем. То есть не от матери к потомству, а от соседа по клетке он может заразиться. Сюда относятся болезнь Марика, нюкассовская болезнь, реавирусная инфекция. То есть ряд инфекций, которые тоже проявляются в раннем возрасте, но не от матери к потомству это передается. Какие методы профилактики, как специфические, так и не специфические, применяются на фабриках? В принципе, на первом месте мы всегда говорим о том, что надо соблюдать меры не специфической профилактики и соблюдать общие ветеринарно-санитарные требования. Сюда относятся такие требования, как соблюдать принцип «всё пусто, всё занято». То есть птичник надо освободить полностью и только после этого заселять новые партии цыплят. Нельзя содержать вместе разновозрастных цыплят. Как говорится, что взрослая курица – это самый первый враг маленькому цыплёнку. Она, в принципе, больше всего передаст инфекционных патогенов этому цыплёнку. Сажать птицу только в полностью продезинфицированное помещение. Поэтому соблюдение этих основных правил – это относится к неспецифическим методам профилактики инфекционных болезней, как содержание одновозрастной птицы, всё пусто, всё занято соблюдать, не держать разновозрастную птицу, соблюдать принцип, что сажать птицу только после тщательно проведённой дезинфекции – это всё неспецифические меры. Но, к сожалению, в Российской Федерации соблюдение одних только этих мер не обеспечивает эпизотическое благополучие птицехозяйств. Без мер и средств специфической профилактики именно в российском птицеводстве, в промышленном птицеводстве, где на ограниченных площадях содержатся десятками тысяч, сотнями, иногда миллионами птицопоголовья, то нам точно не обойтись одними и только методами. Всё пусто, всё занято, одновозрастная птица и так далее. Здесь на одно из первых мест выходит применение средств специфической профилактики, к которым относятся в первую очередь вакцины. Но если вообще говорить о средствах специфической профилактики, то это и сыворотки, и иммуноглобулины, и некоторые медиаторы иммунитета в виде трансферфактора, интерферонов, но на первом месте птицеводы применяют вакцины. Они у нас подразделяются на живые и инактивированные. Кроме этого есть, конечно, рекомбинантные, ДНК-вакцины, иммунокомплексные вакцины, но чаще всего это просто вакцина живая и инактивированная. Инактивированные вакцины, в свою очередь, делятся на сорбированные и эмульсионные, масляные эмульсионные вакцины. Кроме того, все вакцины делятся на моновалентные и поливалентные, или ассоциированные, то есть вакцины, которые содержат в себе не один возбудитель, а либо несколько вариантов сиротипов одного и того же возбудителя, например, колебактериоз разных сиротипов, или, соответственно, разные инфекционные агенты, например, вирус инфекционного бронхита и вирус нюказской болезни. Это так называемые ассоциированные вакцины. Они бывают тоже и живые, и инактивированные. Но чаще всего у нас в России применяют именно инактивированные вакцины, ассоциированные против нескольких инфекций, и примерно все они применяются в одном возрасте, то есть это уже возраст буквально перед переводом, возрослое стадо – это где-то 110, 120 или 105 дней. Вот что касается средств специфической профилактики, на первом месте это вакцины. Если говорить о вакцинах таких, как особо опасные болезни, это относится к нюказовской болезни или гриппу птиц, то при нюказовской болезни применяют живые и инактивированные вакцины, при том за время содержания, например, курицы-несушки до 110-120-дневного возраста ее неоднократно вакцинируют живой вакциной, различными методами, без применения парентеральных способов, то есть не уколом, а либо выпойкой, за покапыванием в глаз, спрей-методом или аэрозольно применяются вакцины живые против нюказа минимум 2-3, иногда 4 раза. А вот при переводе 110-120 дней, в том числе и против нюказской болезни, мы вводим инактивированную вакцину парентериальным методом, либо подкожно, либо внутримышечно, вводим единую дозу, и при этом эти инактивированные вакцины, особенно масляные, эмульсионные, создают такое большое депо в организме курицы, в мышцах или подкожа, и пристроит постепенное антигенное раздражение иммунокомпетентных клеток, соответственно, идет длительный иммунитет и довольно напряженный. Это применение инактивированных вакцин. При некоторых инфекциях мы применяем только инактивированные вакцины, ну, например, болезнь такая, как синдром снижения яйценоскости. Там достаточно один раз уколоть птицу, тоже от 100 до 120-дневного возраста, и на год при хорошем адюванте, на год создается иммунитет, и птица не заболевает. При некоторых инфекциях мы применяем только живые вакцины, например, это болезнь Марика. Там инактивированная вакцина не годится, потому что механизм иммуногенеза совершенно другой. Большую роль играет не гуморальная свиной иммунитета, то есть не антитела, которые вырабатываются, а играет иммунитет, и даже не клеточный, как некоторые ученые наши считали, а играет иммунитет по типу интерференции, то есть место занято. Если первым попал вирус вакцины, то он занимает это место, и патогенному вирусу не попасть. При таких инфекциях, как синдром снижения яйценоскости, основную роль играет гуморальная звено иммунитета, то есть антитела, которые цепляются к вирусу, нейтрализуют его и не дают развиваться в организме. Вот при таких инфекциях применяется чаще всего инактивированная вакцина. Есть некоторые виды инфекции, при которых нужен и клеточное, и гуморальное звено иммунитета, и иммунитет по типу интерференции. Ну, например, инфекционный бронхит или метапневмовирусная инфекция. И поэтому и при инфекционном бронхите, и при болезни марика рекомендуется вакцинировать соплят, начиная с суточного возраста. При этом не надо определять никакой материнский иммунитет. Как некоторые исследователи говорят, мы определим материнский иммунитет и будем решать, входить нам с вакциной или не входить. Это такой метод применим, например, при болезни гамбора, где мы знаем, что основную роль играет гуморальное звено иммунитета, и материнские антитела, а у суточного цыпленка, они в большом количестве, если мама была проиммунизирована, мама, я имею в виду курица, да, титры антител будут высокие, и, соответственно, такого цыпленка не заразить, потому что иммунитет в основном, еще раз повторюсь, гуморальное звено иммунитета, а особенно при болезни гамбора, антитела при вирусе, при болезни гамбора, обладают высочайшим афинитетом, афинитет – это типа сила сцепления с антигеном, сила сцепления с вирусом, то есть если он прицепился, его не оторвать, он нейтрализовал этот вирус. Вот при болезни гамбора это играет большую роль. При болезни марика, при инфекционном бронхите, титры антител будут высокие, но в суточном возрасте, а вернее сказать, даже в нулевом возрасте, то есть сразу после вылупления в инкубатории вакцинируют и против болезни марика, и против инфекционного бронхита, не обращая никакого внимания на титр материнского иммунитета. С чем это связано? Это связано с тем, что при марике основную роль играет иммунитет по типу интерференции, то есть вакцинный вирус первый попал в клетку, он как бы, кто первый зашел, тот и занял место. Это он зашел, ставил в ключ замочную скважину и закрылся. Его оттуда не открыть. Клеточный рецептор занят и клетка занята. Другому вирусу не попасть. Так, кстати, великий Луи Пастер сделал вакцину против бешенства. Когда укушенного человека, зараженной собакой, иммунизировали внутребрюшина живым вакцинным вирусом. Мы знаем, что инкубационный период при бешенстве 10 дней, иммунитет вырабатывается через 2 недели, антитела появятся. Как же защищался человек? Только иммунитетом по типу интерференции. Первым должен был попасть в нервную клетку вакцинный вирус. И тогда бешенства не будет у человека. Вот по такому принципу работает иммунитет и при болезни Марика. При инфекционном бронхите тоже местный иммунитет, то есть клетки респираторного тракта, должны быть первыми заселены вакцинным вирусом. Тогда патогенному не попасть и развития процесса не будет. Но при инфекционном бронхите мы также вакцинируем неоднократно. После первой иммунизации не ждем никаких титров антител, их и не будет. Вот после второй иммунизации начинает работать гуморальное звено иммунитета. И мы этого цыпленка, когда ему станет 110-120 дней, еще иммунизируем инактивированной вакциной, для того, чтобы защитить его органы яйца образования. Потому что при этой инфекции поражается не только респираторный тракт, но еще и почки, органы яйца образования. И там защитную роль в основном несет гуморальное звено иммунитета, чтобы это защитить. Вот для этих целей иммунизируем. И иммунизируем для того, чтобы передать материнские антитела, материнский иммунитет, но при этом мы помним, что он в первые дни не защищает. Все равно нужно вакцинный вирус дать. Вот в этом плане иммунитет, я считаю так, ветеринарные врачи, конечно, должны, прежде чем разрабатывать схему иммунизации, это серьезная работа, серьезная проблема. И тут надо учитывать много факторов. А какие конкретно инфекционные заболевания молодняка можно предупредить при помощи вакцины? Начиная с нулевого возраста, сразу после вылупления цыпленка в инкубаторе, необходимо проводить профилактику таких инфекций, которые могут проявиться в раннем возрасте. Сюда относятся инфекционный бронхит, болезнь гамбора, метапневмовирусная инфекция. Но даже если позже проявляется инфекция, а заражение происходит, начиная с нулевого возраста, то мы должны начинать профилактику именно в это время. Сюда относится та же самая болезнь Марика, хотя болеют более взрослые птицы после 4-5-месячного возраста, но заражение происходит в первые дни, поэтому вакцинацию мы проводим тоже начиная с суточного возраста. Кроме этого, ряд инфекционных болезней, которые проявляются позже, но нам необходимо начинать так называемые праймирования проводить, начиная с суточного возраста. Сюда относятся реавирусная инфекция. Более взрослая птица болеет, но начиная с трехдневного возраста мы первую вакцинацию проводим. Поэтому в раннем возрасте мы проводим профилактику таких инфекционных болезней, как нюкассовская болезнь, болезнь Марика, инфекционный бронхит, болезнь Гамбора, инфекционный ларинготрохиит, метапневмовирусная инфекция, грипптиц, если мы его вакцинируем, оспа птиц, микоплазмоз и микоплазмоголисептикум инфекции, микоплазмосиновия инфекции, они разные есть в микоплазмозе. Их инфекций таких очень много, но при этом основной проблемой станет другой вопрос. Это соблюдение интервала между вакцинациями. Вот здесь вот количество инфекций превышает чуть ли не количество дней, которых мы можем цыпленка задействовать в вакцинации. Если на сегодня бройлер у нас живет всего лишь 35-38 дней, и понимая то, что иммунитет будет выработан на одну из последних вакцин через две недели, соответственно, все вакцинатные процедуры надо провести до 20-дневного возраста жизни цыпленка. А какие существуют схемы вакцинации заболеваний? Как правильно вакцинировать птицу? В каком возрасте вводить какую вакцину? Это довольно серьезная проблема разработки схемы вакцинации. И когда иногда у меня коллеги спрашивают, можете ли выпустить это в виде брошюры или книжки, какая схема вакцинации должна быть даже для разных птицехозяйств, будь то яичные, племенные или бройлерные птицефабрики, я всегда говорю, что разработать такую схему практически невозможно. Дело все в том, что при разработке схемы вакцинации нужно учитывать ряд показателей. Первое – это в каком эпизотическом регионе вы находитесь, вернее, в каком регионе и какова там эпизотическая ситуация. Если на птицефабриках вашего региона проявление вируса ОСПА или проявление инфекционного ларинготрохиита, если их нет, то в принципе и вакцинировать не нужно. Если там у вас рядом птицехозяйства, которые неблагополучны полиэкозу или любому другому опухолевому заболеванию, в этом плане нужно учитывать эту эпизотическую ситуацию. Кроме этого, нужно учитывать эпизотическую ситуацию хозяйства поставщика, то есть кто вам поставляет – молодняк, либо племенное стадо, либо уже конечный гибридный молодняк, который идет на выращивание. Нужно знать их эпизотическую ситуацию. Нужно знать схему вакцинации родительского стада тех цыплят, которые к вам поставляют хозяйство. То есть какие инфекционные болезни были у родителей или могли быть у родителей в том хозяйстве, где они содержались. Каков фон материнского иммунитета? Вот все это нужно учитывать. Кроме этого, нужно ветврачу понимать, что если при таких болезнях, как болезнь Марека, о которой я говорил, мы все равно вакцинируем в суточном возрасте, не важен титер антител, не важна эпизотическая ситуация, мы все равно входим в суточном возрасте, то при других инфекциях мы должны учитывать и эту эпизотическую ситуацию, и материнский иммунитет, например, при болезни Гомбора, где материнский иммунитет четко окажет либо положительное, либо отрицательное влияние на вакцинацию. Если вы вовремя зашли, положительно сработает вакцина. Если не вовремя, рано или поздно, то эффект от вакцинации будет никакой. В этом плане разработать схему вакцинации для всех птицефабрик в Российской Федерации невозможно. Это, еще раз говорю, это индивидуальная вещь для каждого конкретного птицехозяйства. И такая схема иммунизации при болезни Гомбора, ну, большинство птицехозяйств применяют минимум двухкратную вакцинацию против болезни Гомбора. И иногда ветврачи не понимают, почему они делают двухкратно, они думают, два раза цыпленок получает вакцинный вирус и вырабатывает иммунитет. Тут надо иметь в виду, что цыпленок может провакцинироваться против болезни Гомбора один раз в жизни. Так же, как и заразиться один раз. Если вакцинный вирус побывал в незрелом Б-лимфоците фабрицевой сумке, которая является клеткой мишени для этого вируса, то больше он туда никогда не попадет. И мы делаем двухкратно, это для того, чтобы часть цыплят мы провакцинируем первой вакцинацией, часть цыплят не провакцинируется из-за того, что есть разброс иммунитета материнского. У одних цыплят он более высокий, у других он более низкий. Это связано с большими проблемами, в первую очередь, в российском птицеводстве. Мы об этом потом поговорим, почему это связано именно с российским птицеводством, почему на Западе таких проблем нет. Именно у нас в стране, и мы проводим вакцинацию против болезни гамбора, если касается это живых вакцин, то минимум двухкратно. При большом разбросе материнского иммунитета, когда коэффициент вариации составляет более 50%, то вообще-то надо войти трижды с этой вакциной. Потому что первый раз мы охватим только четверть поголовья, 75, потом на вторую вакцинацию не охватим, на вторую вакцинацию, например, примерно потолочную, я говорю, 50%, и последнюю четверть мы охватим третьей вакцинацией. Это все связано с тем большим разбросом и с высоким афинитетом, о котором я уже сегодня говорил. Если высокий афинитет, то часть цыплят, высокий уровень материнского иммунитета, часть цыплят, первая вакцинация не вакцинируется. Вирус там не попадает в клетку, в Б-лимфоцит, и не проходит весь этот процесс его репликации. Существуют ли какие-то нарушения схемы вакцинации, и каким последствиям приводят данные нарушения? Если говорить о схеме вакцинации, мы подразумеваем это правильное приготовление вакцины, правильное ее применение, при этом, конечно, правильное ее хранение. Есть нарушения, например, если это касается вакцины против болезни Марика, то при неправильном хранении или при неправильной разморозке, а вакцина хранится в жидком азоте, заморожена при температуре минус 196 градусов, вот если ее неправильно хранили и вакцина была разморожена, и она хоть полчаса побыла не в жидком азоте, то активность вакцины резко падает, активность вируса падает. Поэтому эффективность вакцинации будет низкая. Если неправильно применили разбавитель, если неправильно разбавили вакцину, если неправильно соблюли дозировку, то есть в ампуле 1000 доз, а вы ее разбавили как 2000 доз, вот эти все нарушения могут повлиять на эффективность вакцинации. Кроме этого, если неправильно применили вакцину, не соблюдали вот этот интервал между вакцинациями, Или не учли формулу Девентера и не рассчитали срок вхождения с вакциной. Кроме этого, одной из серьезнейших проблем на сегодня становится тот самый интервал между вакцинациями, притом разными вакцинами. Если мы сегодня вакцинируем против нюкасовской болезни, а завтра против болезни Гамбора, то, к сожалению, это неправильный метод. Но тут надо иметь в виду, что большинство ветеринарных специалистов об этом и не знают. Они четко ориентируются. Им специалист сказал, что в 9 дней входи с вакциной нюкасла. Я утреевно говорю, да. А формула Девентера, которую он хорошо выучил, знает, что это такое. По болезни Гамбора ему показалось, что с болезнью Гамбора надо войти в 10 дней. Вот такой минимальный интервал между двумя разными вакцинами приводит к тому, что вторая, последующая вакцинация может оказаться неэффективной. Либо полностью, либо частично. Тут уже нужно знать некоторые азы иммунологии, которые, к сожалению, наши ветеринарные специалисты не очень хорошо знают. Надо понимать, что после применения живой вакцины с первых же часов, не с недель, а с первых же часов, организм вырабатывает так называемые медиаторы иммунитета. То есть не те антитела, которые будут защищаться пленка, а сначала идет значительный выброс интерликинов, интерферонов, фактора некрозоопухоли, фактора торможения и миграции лейкоцитов, трансферфактора, о котором я говорил. Это все вещества, которые запускают иммунную реакцию в организм, запускают образование антителообразующих клеток, запускают работу Т-клеточного иммунитета, в том числе и Т-хелперов, Т-киллеров. Это все медиаторы иммунитета запускают иммунитет. Но практически все эти медиаторы иммунитета обладают и антивирусным действием. Что такое интерферон, я думаю, рассказывать не буду. Любой ветеринарный врач, на сегодня даже не только ветеринарный врач, а и домохозяйка знает, что интерферон – это антивирусный препарат. И в случае появления какой-то вирусной инфекции, грипп или ОРВИ, можно закапать интерферон в нос, и клинические признаки прекратятся или ослабнут. То есть, по сути дела, интерферон подавляет активность вируса. Так вот, если мы сегодня применили нюкасусскую вакцину, которая является сильнейшим индуктором интерферона эндогенного в организме, а завтра применили вакцину против болезни гамбора, то мы должны понимать, что вирус вакцины против болезни гамбора убьется этим интерфероном. Соответственно, не будет процесса репликации, соответственно, не будет выработки иммунитета. Вот такой интервал между вакцинациями. По нашим исследованиям и вообще по законам классической иммунологии, интервал между двумя вакцинами, разными вакцинами, должен быть до двух недель. Мы установили, что до семи дней титр интерферона в организме довольно высокий. Поэтому сделать интервал хотя бы семь дней. Но даже эта задача в российском птицеводстве не решается. Если мы с вами уже сказали, что цыпленка надо за 20 дней его жизни проиммунизировать против большинства инфекционных болезней, а это минимум шесть циклов вакцинации, иногда семь-восемь, вот вам задачка. Сделайте шесть циклов с интервалом семь дней за 20 дней. Нерешаемая арифметическая задача. Поэтому я считаю, что это одна из серьезнейших проблем в российском птицеводстве. И считаю, что наука должна в первую очередь заниматься этими вещами, а не просто разработать вакцину против какой-то конкретной инфекции. Это на сегодняшний день не такая серьезная проблема. И любой исследователь, более-менее знающий вирусологию, иммунологию и биотехнологию, сделать вакцину при появлении, при наличии вируса, неважно патогенного или вакцинного, пропассировав его, ослабив, атонуировав, сделать вакцину и живую, и инактивированную довольно легко. В принципе, эта проблема разрешима? Проблема, которая связана с нарушением интервала между вакцинациями? Да, в принципе, этот вопрос разрешим. Проблема решается. Мы предложили еще в 1996 году, как можно разрешить эту проблему. Вот все, что я вам рассказал об индукторах интерферона, об интерлекинах, медиаторах иммунитета, которые отрицательно влияют на последующую вакцинацию, нужно подчеркнуть себе, запомнить, что это касается только живых вакцин. Выработку интерферона и интерлекинов осуществляют только живые вакцины. И тот самый высокий титр интерферона, который вызывается при вакцинации нюказской болезни, поскольку это на самом деле сильнейший индуктор интерферона, эндогенного интерферона в организме, касается только живой вакцины. И механизм он связан с тем, что вирус после проникновения в клетку начинает стимулировать выработку этого интерферона. Если применить не живую вакцину, а инактивированную, мы должны понимать, что вирус там не попадает в клетку. Он и так уже убитый, и идет выработка именно больше гуморального звена иммунитета. Здесь не может работать иммунитет тот, о котором мы уже с вами говорили, иммунитет по типу интерференции или клеточный иммунитет. Идет сразу выработка гуморального звена иммунитета, то есть выработка антител, которые защищают, нейтрализуют от того или иного вируса. Так вот, мы в 1996 году предложили хотя бы одну из вакцин в птицеводстве, даже в бройлерном, например, вакцину против болезни гамбора, сделать инактивированной. Притом мы должны понимать, что мы принципиально сделали это с инфекционной брусальной болезнью или с болезнью гамбора, поскольку понимаем, что именно гуморальное звено иммунитета, то есть именно антитела играют большую защитную роль, не место занято. Мы не берем инфекционный бронхит и говорим, надо его сделать инактивированным. Зная иммуногенез, зная механизм репликации этого вируса, мы знаем, что материнские антитела не предотвратят от проникновения вируса в респираторный тракт и репликации его там, мы с инфекционным бронхитом это не проделываем. Мы говорим о том, что можно это делать с болезнью гамбора. Так вот, если одна из двух вакцин, то есть какая первая, какая вторая, с интервалом 1, 2, 3 дня, больше трех можно сделать интервал, меньше трех нельзя, там уже идет снижение интерферона. Так вот, если хотя бы одна из вакцин, первая, например, Нюкасла была живая, вторая гамбора инактивированная вакцина. Так вот, Нюкасла вызовет выработку эндогенного интерферона в организме, который нейтрализует болезнь гамбора. Но у нас болезнь гамбора и так инактивирована. Его нечего нейтрализовать. Идет сразу выработка гуморального звена иммунитета. Поэтому этот интерферон отрицательно на репликацию вируса не влияет, потому что репликации как таковой нету. Вирус уже готовый в необходимом количестве для выработки иммунитета. Если первая оказалась болезнь гамбора, то инактивированная вакцина не вызывает выработку интерферона. И последующей вакцинации Нюкаслской болезни вакцине все равно нету эндогенного интерферона. Вот замена хотя бы одной вакцины вместо живой сделать инактивированной решает проблему интервала между вакцинациями. Кроме этого, есть большой плюс, что инактивированная вакцина против болезни гамбора, потому что нету процесса нейтрализации, нету этого высокого афинитета материнских антител, вирус и так убитый, что его там нейтрализовать, достаточно один раз уколоть в суточном возрасте, независимо от материнского иммунитета. Поскольку на инактивированную вакцину материнские антитела отрицательно не влияют. Вот принцип замены некоторых вакцин на примере болезни гамбора. Я считаю, в птицеводстве на сегодня настала пора заменить большую часть живых вакцин на инактивированные. Притом надо иметь в виду, что у живых вакцин есть очень большой плюс. Очень большой, почему они широко распространены. И ветеринарные врачи, и директора птицефабрик любят именно живые вакцины. Самый большой плюс, они более дешевые, чем инактивированные. Они более дешевые по своей стоимости, и они дешевые в применении. Инактивированные вакцины дороже сами по стоимости, поскольку там и вируса больше, и кроме вируса адюванты есть, и кроме вируса эмульгаторы, эмульсии и так далее есть. Это намного дороже и дороже применения вакцины. То есть нужно набрать бригаду вакцинаторов, которые будут ловить цыплят и колоть уколом в ножку или в грудь эту вакцину. С пре-методом или с выпойкой это не дашь. То есть массовыми способами вакцинации инактивированные вакцины не применить. Это плюсы живых вакцин и их преимущество над инактивированным. Во всем остальном инактивированная вакцина лучше. Во-первых, с инактивированной вакциной цыпленок получает конкретную дозу антигена, конкретную дозу вакцины. И при том все 20 тысяч цыплят, которые находятся в птичнике, получат одинаковую дозу вакцины. Это касается инактивированных вакцин. С живыми вакцинами, к сожалению, это не так. Если мы делаем это выпойкой, то мы знаем, два часа мы птицу держим без воды, чтобы вызвать жажду, и первым подбежит и выпьет здоровый цыпленок. Слабенькому места он не даст. Или слабенький вылет выпьет маленькую дозу вакцины, или вообще не выпьет. А сильный выпьет большую дозу, или все выпьет. Вот в этом плане это преимущество живых и инактивированных вакцин, вернее, инактивированных вакцин над живыми. Кроме этого, живые вакцины обладают остаточной реактогенностью. То есть это ослабленные вирусы, но остаточная их вирулентность все-таки остается. И поэтому после некоторых живых вакцин, это касается и довольно жестких штаммов болезни гамбора, и болезни ньюкасла, и ларинготрохеита, птица, ну будем так говорить, переболевает в легкой степени. И правильно иногда говорят, что живая вакцина – это переболевание в легкой степени. При некоторых вакцинах не видно этого переболевания, например, при болезни Марика. При некоторых, видно, говорят, птица через пару дней после вакцинации угнетенная была, отказывалась от корма. Есть такой минус у живых вакцин. Кроме этого, есть опасность, так называемая опасность реверсии патогенных свойств штамма. То есть возврата к патогенным свойствам, поскольку все вакцины, вирусы, живых вакцинах, они были искусственно ослаблены многократными пассажами на куриных эмбрионах или на культуре клеток. Они, так называемые, прошли процедуру аттенуации. Врачи говорят, это ослабление. Вообще-то это усиление, аттенуация. Аттенуация – это усиление вирулентных свойств для куриного эмбриона, но, соответственно, потеря вирулентных свойств для цыпленка. Так вот, если обратно его многократно провести через цыпленка, он возвращает свои вирулентные свойства для цыпленка и теряет для эмбриона. А такой возврат патогенных свойств возможен. Теоретически возможен. И, в принципе, я на своей практике даже встречался с таким возвратом патогенных свойств, но это касалось не живых вирусных вакцин, а больше паразитарных вакцин. Например, против кокцидиоза. У нас в стране не было кокцидиозов таких видов, как Некатрикс, Прекокс и так далее. Были Максима, Ацирулина и Тенела. Когда к нам в страну завезли вакцины из 7-8 видов кокциди, которых не было у нас в стране, и некоторые наши коллеги зарубежные с рекламной целью говорят, зато возьмите одна вакцина против всех видов кокциди. Многие врачи говорят, ой, как хорошо, провакцинирую против всего. Вот я считаю, вакцинировать против всего без надобности не надо. Это так же, как иногда у нас на всякий случай применяют антибиотики на всякий случай, не понимая, что этим самым наносят вред. Вот возврат патогенных свойств и мерия Некатрикс или кокциди Некатрикс у нас появился. Он из вакцинного штамма стал патогенным. В Российской Федерации и вообще-то еще в Советском Союзе этого вида кокциди никогда и не было. Сейчас он у нас появился. Понятно, что это предположительно. Понятно, что мы не провели никакого геномного секвенирования, мы четко это доказать не можем. Но один только факт тот, что раньше такого кокцидиоза у нас никогда не было. Как только мы сошли с живой вакциной от этого вида, он появился. Теоретически это только оттуда, поскольку понятно, что пошла циркуляция этого возбудителя на восприимчивом поголовье. И, возможно, эта циркуляция, те биологические методы, это именно такое. Последовательное пассажирование многократно на одной живой системе приводит к увеличению верлентных свойств этого возбудителя к этой живой системе. Вот что, скорее всего, и произошло. А какие существуют конкретные методы вакцинации, как живых, так и неживых вакцин? Если говорить о неживых или инактивированных вакцинах, это вакцины, которые можно применять только парентеральным способом ведения. Но для тех, кто не совсем владеет медицинской терминологией или ветеринарной, я скажу парентеральной, это не через пищеварительный тракт. Инактивированные вакцины по бытовому, просто если сказать, методом инъекции, или подкожно, или внутримышечно, надо ввести парентеральным способом чужеродный антиген, чтобы вызвать иммунную реакцию, иммунный ответ на этот антиген. Соответственно, это и есть иммунитет, гуморальное звено иммунитета, то есть вырабатываются антитела именно на этот антиген. Но поскольку я сказал, что в птицеводстве и птицеводы, и директора, и ветеринары любят живые вакцины из-за их дешевизны и простоты в применении, поскольку птицефабрики – это комплексы, где содержатся иногда миллионы голов, например, наш синявинский птицекомплекс, только 5 миллионов кур-несушек сидит на ограниченных площадях, да? Вы представляете, 5 миллионов кур поймать, сделать укол, протереть иголочкой и так далее. Это довольно проблематично. Так вот, применяют так называемые массовые способы иммунизации, и их можно применять только с живыми вакцинами. Ввести инактивированную вакцину перорально, то есть дать выпить, бесполезно. Мы понимаем, что это просто чужеродный белок, его просто переварит наш желудок, или желудок курицы, да, и кишечник, и усвоит как питательное вещество, и никакого иммунитета не будет. Вот в этом плане только живую вакцину можно применить методом выпайки, методом закапывания в нос, закапывания в глаз, аэрозольным методом, спрей-методом, то есть когда просто побрызгать на курицу крупными каплями, так называемыми, как спрей-одеколона, да, мы делаем после бритья. Или создается мелкодисперсный спрей вплоть до тумана, такие мелкие капли, которые долго не оседают, и птица этим должна надышаться. Это попадет в ее респираторный тракт, вирус попадет в клетку и вызовет иммунитет. Но некоторые живые вакцины применяют тоже парентерально. Например, вакцины против болезни Марика, о которой я говорил. Ее нельзя бризгать, ее нельзя с водой дать, ее надо только уколоть, внутримышечно или подкожно, и получить иммунитет. То же самое касается реавирусной инфекции, хотя некоторые наши исследователи говорили, что можно и выпойкой, но потом убедились, что ничего не получается, поскольку вирус довольно трепсинозависимый, и трепсин поджелудочной железы в тонком отделе кишечника инактивирует этот вирус. Вот в этом плане часть живых вакцин применяется парентерально методом укола, большая часть там, где это возможно. Ветеринарный врач всегда применит методом спрей, аэрозоль или выпойкой там, где это возможно. После применения всех живых вакцин иммунитет наступает быстрее, чем после применения инактивированных вакцин. Если под иммунитетом мы понимаем правильное понимание, не то, что некоторые исследователи говорят, это ответная реакция организма на чужеродный антиген, который ведем парентерально, это не всегда правильно. Потому что иммунитет это более обширное понятие. Под иммунитетом надо понимать просто, не восприимчивость к заболеванию. Она бывает врожденной, приобретенной, видовой, возрастной, коллостральной, то есть с молозивом матери, или желточный материнский иммунитет. Так вот, если иммунитет это не восприимчивость к заболеванию, то при некоторых инфекциях на следующий же день после введения вакцины есть иммунитет. Тот же инфекционный бронхит. Вирус в клетку зашел, иммунитет по типу интерференции. Другой вирус даже через два часа не залезет, извините, в эту клетку. А через день тем более. Есть иммунитет, гуморальное звено, это иммунитет вот теми самыми антителами обеспеченный. Он начинает работать где-то через две недели. И поскольку большинство наших ветеринаров в большей степени понимают, что такое гуморальное звено иммунитета, и понимают именно наличие антител или иммуноглобулинов, класс АМ или Ж, неважно какого класса, то вот защитную роль гуморальное звено иммунитета обеспечено через две недели в среднем после введения вакцины. После введения живой вакцины. К инактивированным вакцинам это не относится. Чуть дольше вырабатывается гуморальное звено иммунитета. Вообще-то через три недели будет нормальный титр антител. С чем это связано? Особенно если вакцина масляная, эмульсионная, это связано именно с формой эмульсии. Поскольку эмульсия это смесь воды с маслом. Мы знаем, что вода с маслом не смешивается. Для того, чтобы она смешалась, добавляются специальные вещества, называемые эмульгаторами. И встряхивается, шейкируется, взмешивается. И тогда капельки воды и вокруг капельки жира. Или капельки жира вокруг капельки воды. Вот второе, что я сказал, это называется прямая эмульсия. То есть жир, а вокруг вода. Под водой мы должны понимать раствор, в котором есть антиген вируса. Если капелька жира вокруг вода, иммунитет вырабатывается довольно быстро. Но он невысокий и довольно быстро уходит. Если капелька воды, а вокруг жир, и при том этот жир не растительного происхождения, не животное, а минеральное масло типа вазелина, такое масло в организме медленно ассимилируется и почти не ассимилируется. Птица его не усваивает и животное не усваивает. То есть оно создает так называемое депо. Оно закрыло антиген и долго его держит. Так вот, такой иммунитет вырабатывается дольше, 3, иногда 4 недели. Но он более высокий, поскольку это масло стимулирует выработку иммунитета. И он держится долго, больше года. Вот к инактивированным вакцинам относится именно это. Значит, еще раз, живые вакцины вызывают быструю выработку иммунитета, иногда мгновенную, с первых же часов, инактивированную вакцину более длительную. Но живые вакцины быстро выработали иммунитет и быстро этот иммунитет ушел. Это касается не всех инфекций. Это касается нюклассовской болезни, инфекционного бронхита, но не касается болезни Марика, поскольку это герпес-вирусная инфекция, и там вирус пожизненно в организме, как и у человека. Один раз попадает и пожизненно находится. И вакцинный, и патогенный. Вот в этом плане нужно при каждой инфекции, вообще-то должен быть практически свой специалист, который должен понимать, как вакцинировать. Но это, к сожалению, падает на участь ветеринарного врача птицехозяйства. Он должен знать все. Он должен понимать, он должен знать, какую вакцину когда войти, какой сделать интервал, когда сделать перерыв, когда проверить иммунитет после вакцинации, через две недели или через четыре, если это инактивированная вакцина. Вот в этом плане такую, как бы, хотя бы основы, хотя бы азы иммунологии ветеринарный врач птицехозяйства должен знать. Я вам скажу, что практически много таких ветеринарных врачей у нас в России есть. Именно у нас в России. И на Западе их, может быть, нет. И я всегда с гордостью говорю, что наши ветеринарные врачи, практикующие не столько наука, сколько практикующие ветеринарные врачи, умнее и грамотнее зарубежных, которые, к сожалению, иногда к нам приезжают и пытаются нас научить, как правильно работать, хорошо рекламировая свои биопрепараты. Они не были в той ситуации, в которой находятся наши ветеринарные врачи. То есть таких птицехозяйств, как наша Северная, наша Синявинская или наша Боровская, на Западе нет. На Западе птицеводство – это мелкий фермер, который держит в себе в одном птичнике 20 тысяч голов, и он знает, что через полтора-два месяца он сдаст это на бойню, ему за это заплатят. Вот и все. У нас же это все на ограниченных площадях, в одном месте, и ветврач ходит и в инкубатор, и на зону молодняка, и на зону несушки, и родительского стада, и так далее. И должен понимать, что он может стать одним из основных средств передачи инфекции. К сожалению. Именно ветеринарный врач чаще всего разносит инфекционную патологию. Но неграмотный ветеринарный врач, по идее он не должен это делать, и наши ветеринарные врачи, сталкиваясь с этими проблемами, а поскольку, к сожалению, жизнь доказывает, что мы чаще всего учимся на своих ошибках, хотя правильнее бы на чужих, но поучиться. Вот в этом плане наши ветеринарные врачи в птицеводческих хозяйствах, я считаю, намного грамотнее, чем западные. Какие вакцины лучше, западные или наши? Наверное, некоторые вакцины, которые есть на Западе и отсутствуют у нас, например, до сих пор у нас нету вакцины против инфекционной анемии цыплят. Некоторые вакцины есть и на Западе, и у нас, и я считаю, что их лучше применять именно вакцины наши, например, против нюказской болезни и инфекционного бронхита, включая и вариантные штаммы, и классические. Наши производители вакцин на сегодня делают вакцины по качеству не уступающие зарубежным, поскольку делают тоже на СПФ эмбрионах, так же, как и западные. А инактивированные вакцины, некоторые наши, даже превосходят по качеству западные, например, вакцина против болезни гомбора, того же нашего производства, о котором я тоже говорил. Значит, кроме этого, у нас есть вакцины поливалентные или ассоциированные, правильнее сказать. На сегодня я считаю, что там, где многократно мы прививаем моновалентными вакцинами, например, отдельно СССР, бронхит, нюкасла и так далее, мы сделали вакцину против шести инфекций сразу, а сейчас и против девяти. Я считаю, это применять можно, никакой здесь накладки на иммунодепрессивное состояние нет, поскольку это инактивированные вакцины. И применять их в одно время, в одном шприце можно. Что делать в ситуации, когда возникает острая необходимость провакцинировать в одно и то же время от двух разных инфекций? Сначала отвечу так, что, в принципе, я об этом говорил и говорю, что можно провакцинировать одной вакциной живой, вторую инактивированную. Сделайте с любым интервалом, хоть в один день, хоть через день, хоть через два. Если все-таки нету инактивированной вакцины или есть потребность применить только живую вакцину, то тогда можно в один день провакцинировать двумя вакцинами разными. Но при этом клетки мишеней у этих вирусов должны быть разные. Например, вакцина против инфекционного бронхита и вакцина против болезни гамбора. Для одних это клетки респираторного тракта, для другого вируса это клетки фабрицевой сумки B-лимфоциты. Нельзя все-таки совмещать вакцины даже в один день, если клетки мишеней одни и те же. Ну, например, вакцина против метапневмовирусной инфекции и вакцина против инфекционного ларинготархиита. В одно время непримнимы и с интервалом меньше 10 дней нельзя их применять. Потому что там идет уж сильное подавление одного иммунитета другим. И когда клетки мишеней одни и те же, нормальный иммунитет на вторую вакцинацию не выработается. Если у вас ваши формулы, расчеты материнского иммунитета, когда он снижается, показывает, что надо провакцинировать и против одной инфекции, и против другой. И вы остались сторонниками применения живых вакцин. То можно это сделать в одном флаконе, в один день провакцинировать разными вирусами. Но еще раз говорю, врач должен себе всегда в голове держать. Клетки мишеней у этих вирусов должны быть разные. Вот только тогда это можно. Бывают ли осложнения после применения вакцин? И если да, то какие? Ну, если говорить о живых вакцинах, то, в принципе, осложнения бывают, если используются так называемые горячие штаммы или слабо атонуированные штаммы. Ну, например, у нас была вакцина против болезни Ньюкасла из штамма H, так называемого мезогенного штамма. Это почти что патогенный вирус, который вызывал легкое переболевание птицы, относительно легкое. На сегодняшний день в Российской Федерации применение вакцины из этого штамма запрещено. Хотя в некоторых республиках Советского Союза, в Средней Азии и на Кавказе эта вакцина применяется. Когда есть острая вспышка болезни Ньюкасла, эта вакцина помогает, потому что чем сильнее штамм, тем лучше быстрее вытеснить и патогенный вирус. При многих других инфекциях есть осложнения после вакцинации. Это касается и бронхита, и ларинготрохиита, и ньюкаслской болезни. Бывает это и при живых вакцинах. Некоторые вирусы, а у них отсутствует процесс осложнения, нету. Это, например, вакцина против болезни Марека, против ОСП. Осложнений там нету. При болезни гамбора так называемые слабо атонированные штаммы или горячие штаммы вызывают легкое переболевание и приводят практически иногда полностью атрофии фабрицевой сумки, хоть цыпленок и не гибнет, но органы иммунитета у него атрофируются. Это, я считаю, довольно серьезная проблема, и над такими вакцинами мы должны наблюдать и по возможности их не применять. Если говорить об инактивированных вакцинах, то по началу, когда начали разрабатываться эти масляные эмульсионные вакцины, бывали довольно серьезные осложнения, так называемые абсцессы на месте инъекции, когда врачи говорили, это вы плохо изготовили вакцины производителям вакцин, а производители вакцины говорили, да нет, это вы грязными иглами иммунизировали птицу, вовремя не протирали спиртом, не кипятили и так далее. Ну, я вам так скажу, и те, и другие были немного неправы и немного правы. Дело все в том, что на самом деле вызвать гнойное воспаление у курицы довольно сложно, из-за особой его лейкоцитарной формули. Легче всего подвержены гнойному воспалению лошади и очень подвержены. Курицу сделайте абсолютно грязной иглой укол и никакого гнойного воспаления не будет. Вот эти вот нагноения, эти абсцессы на месте инъекции были связаны с некачественным адювантом. Неправильно мы еще тогда готовили. И это воспаление, это гнойное, вызывало раздражающее действие этого адюванта в вакцине. Как это было доказано? Дело все в том, что посев этого гноя на питательные среды показывал то, что гной асептичен. Нету никаких бактерий, а нагноение есть. Это было асептическое гнойное воспаление. На сегодняшний день производители все вакцин научились делать правильно вакцины, и таких осложнений на сегодняшний день нету. При этом мы считаем, что все-таки для профилактики этих воспалений лучше делать вакцинацию подкожно и в области шеи. И даже если возникнет воспаление, то лучше утилизировать часть шеи или даже кожи, чем грудную мышцу. Когда появлялось воспаление гнойное в грудной мышце, а еще хуже в бедренной мышце, когда делали в бедро, то птица садилась, но, соответственно, не то, что она сидит, а она еще и с голоду умирает, потому что подойти к кормушке не могла. Вот эти серьезнейшие проблемы, которые вызывают некоторые осложнения после применения вакцин инактивированных. По поводу реактогенности вакцины. Такая серьезная болезнь, как инфекционный энцефаломиелит. У нас в России вакцинируют вакцины из штамма Калник-1143, которая была разработана зарубежными учеными и потом и нашими учеными. На сегодняшний день производится и зарубежными производителями, и нашими. Вакцина против инфекции, которая у молодняка вызывает сильнейшие нервные признаки, парализуется цыпленок, параличи возникают. У взрослой птицы идет спад яичной продуктивности, а у возраста от 50 до 100-120-дневного возраста болезнь протекает как инапарантная инфекция. Так вот, в это же время мы и вакцинируем против этой инфекции так называемой вакциной, который по сути является патогенным вирусом. Потому что если этим вирусом мы провакцинируем молодняк, цыплят, то получим нервные признаки. Если провакцинируем несушку в периоде, когда она в яичной продуктивности, то увидим спад яичной продуктивности. В этом плане, я считаю, это недоработанный вирус, а не слабо атонуированный. И по сути дела мы нарушаем основополагающий принцип гуманной и ветеринарной медицины. Первый принцип – не навреди. В принципе, мы этим самым вредим, вакцинируя этим вирусом. И даже если мы когда-то уйдем от вакцинации, то циркуляция этого вируса на восприимчивом поголовье приведет к тому, что он попадет на неиммунную птицу. И у молодняка вызовет нервные признаки, а у несушки вызовет спад яичной продуктивности. Тем самым мы посадили себя на иглу и теперь не можем уйти от этой вакцинации именно в этом возрасте. Моё такое мнение, что уйти от этого можно и нужно сделать вакцину против инфекционного энцефаломиелита инактивированной. И вакцинировать начиная с суточного возраста. Никакие материнские антитела не помешают, никаких клинических признаков в случае прорыва этого иммунитета мы не увидим. Существуют ли технологии, которые позволяют профилактировать инфекционные заболевания на стадии яйца? Да, есть такие технологии. К сожалению, у нас в России пока не полностью разработаны, но известны. И оборудования такого у нас в России нету. На Западе есть и на американском континенте, и на европейском континенте. Когда на 17-18 день инкубации в яйцо, в эмбрион вводится вакцина. Прямо через скорлупу вводится биопрепарат, и цыпленок на 21 день, он вылупляется, вернее, через 21 день, он вылупится уже провакцинированный, например, против болезни Марика. Какими вакцинами можно вакцинировать? Это касается не всех вакцин. Вот вакцина против болезни Марика, это была первая вакцина, которую ввели ИНОВА, так называемым методом, прямо в эмбрион на 17-18 день инкубации. И цыпленок вылупляется через 21 день уже иммунный, то есть этого цыпленка уже невозможно заразить. На сегодня есть еще некоторые вакцины, которые можно вводить таким способом. Чаще всего это вакцины генноинженерные. И почему ее можно вводить? Именно потому, что носителем, вектором антигена вируса болезни Гомбора является тоже герпесвирус Индеек. То есть практически тот же Маричный вирус, или вирус, который используется для иммунизации против болезни Марика. Вот этим способом можно провакцинировать эмбрион на 17-18 день инкубации. Все те процессы, все те опасности, которые пугали наших птицеводов о том, что провакцинировать у нас нельзя, потому что мы закладываем некалиброванное яйцо, ведь там пробивается прямо через пугу, через скорлупу, через воздушную камеру, и вводится в вакцину волонтойственную полость. То есть надо не в воздушную камеру вести, потому что оттуда вирус не попадет в эмбрион, он покрыт еще подскорлупной оболочкой, которая непроникаемая для вируса, ввести внутрь волонтойственную полость или в само тело эмбриона. При этом боялись то, что некалиброванное яйцо и игла в одном случае попадет в волонтойственную полость, а в другом случае проколит эмбрион, например, в голову попадет, и эмбрион погибнет. На самом деле гибели эмбрионов не произойдет, даже если яйцо некалиброванное, и в одном случае игла попадет в волонтойственную полость, в жидкости будет этот вирус, а потом он попадет в эмбрион или сразу в тушку эмбриона вводит, но никогда не попадает в голову. Дело все в том, что позиция эмбриона в яйце, это такая, что он лежит как будто головой вверх, но голова находится под крылом, он прячет свою голову под крылом. Поэтому все эти проколы всегда попадают либо в плечо эмбриона, либо в волонтойственную полость. Почему это делает на 17-18 день инкубации? Ну, потому что, во-первых, технологически это удобно, потому что в любом инкубаторе находится так называемый зал инкубации, где стоят инкубационные шкафы и зал, где стоят выводные шкафы. По сути дела, это одно и то же инкубатор и выводной шкаф, за одним только маленьким нюансом, что в выводном шкафе нет поворота эмбрионов. То есть лотки там не поворачиваются влево и вправо. И после 17-18 дня эти повороты не нужны, яйцо просто находится практически в вертикальном состоянии, и цыпленок вылупляется уже в выводных шкафах. Так вот, в момент переноса из инкубационных шкафов выводные ящики с эмбрионами проводят через специальный механизм, который вводит иглу, много игл сразу в разные яйца, да, прямо через подскоролупную оболочку вводится вакцина, и таким образом происходит иммунизация. Это играет очень большую роль, поскольку мы в первые часы вирус болезни Марика может поразить вылупившегося цыпленка, и патогенный вирус может попасть раньше, чем в вакцины. В данном случае, зная, что патогенный вирус не передается трансавариально, я уже об этом сегодня говорил, значит, вирус вакцинный попадет первый, метод вакцинации прямо в эмбрион, более эффективен, и цыпленок вылупляется уже с вирусом внутри своего организма. Поэтому даже если патогенный вирус есть в инкубатории, есть там в этом птицехозяйстве, даже если он попадет на цыпленка, то мы с вами уже говорили, иммунитет по типу интерференции, место занято, первым туда попал вакцинный вирус в любом случае. Мы доходили до того, что вакцинировали даже цыплят до сортировки по полу, для того, чтобы хотя бы на один час пораньше ввести в вакцину. Если птицеводы знают, что в птицехозяйствах яичного типа, мы проводим сортировку по полу, и бедная участь петушка, да, он вынужден помереть, его уничтожают в суточном возрасте, он не нужен, потому что там нужно оставить только курочку. В бройлерных птицехозяйствах, конечно, оставляют и курочек, и петушков, а в яичных птицефабриках петушков убирают, а их примерно, не примерно, а половина вылупится из яйца, да, по законам генетики, половина мальчиков, половина девочек. Так вот, этих петушков уничтожают, но у нас даже был принят метод вакцинации сначала против болезни Марика, а потом сортировка по полу. Как бы перерасход вакцины был, но все равно опасность в эпизотическом плане была такая, что нужно было сначала провакцинировать. Кроме этого, при болезни Марика следует отметить, но это тема, наверное, следующая, очень длительная лекция, это очень серьезная проблема, надо или не надо вакцинировать бройлеров против болезни Марика. Вроде бы ветеринарные врачи говорят, Марика болеют после 4-5 месячного возраста, после 120-150 дневного возраста, зачем же вакцинировать? Но если мы с вами уже сегодня вспоминали и говорили о том, что заражается цыпленок в первые две недели жизни, а болезнь проявляется, это очень хроническое заболевание, длительный инкубационный период, болезнь проявляется после 120-дневного возраста, вроде бы бройлер до этого времени не доживет, зачем же его вакцинировать? Вакцинировать все-таки нужно. Вот этот инкубационный период, это период означает, что нет проявления клинических признаков болезни, но это не значит, что нет болезни. Патологический процесс в организме идет, в том числе и пролиферативный, онкологический процесс, пролиферация некоторых клеток, зачатки опухолей, лимфоидных опухолей уже есть. В этом плане вакцинация против болезни Марика бройлеров, я считаю, играет большую роль, большую и экономическую, и эпизотологическую роль. Экономическую, потому что провакцинировав против болезни Марика, мы уменьшаем случаи секундарных инфекций, того же самого колебактериоза, поскольку Марик это сильнейший иммунодепрессант, он подавляет иммунитет, и поэтому идет банальная колебактериоз, который в норме, надо просто врачам это запомнить, записать и трижды подчеркнуть в себе в журнале. Колебактериоз в птицеводстве – это чисто секундарная инфекция. Он всегда вторичен. К сожалению, по данным нашего и Ростельхознадзора, и Департамента ветеринарии, и Росптицесоюза, колебактериоз в структуре падежа от всех павших птиц больше 40%. Почти половина гибнет от колебактериоза. На что это указывает? К сожалению, многим, к сожалению, ни на что не указывает, но я так считаю, что это указывает на то, что мы не докапываемся до первопричины. Что делает врач при наличии колебактериоза? Начинает безудержно бежать и применять антибактериальные препараты, убить эту кишечную палочку. И отсюда у нас проблема с антибиотикорезистентностью. Мы бездумно это применяем, не разбираясь, что пусковым механизмом, первопричиной явилось что-то другое при этом колебактериозе. Это и болезнь Гамбора, как иммунодепрессант, это и болезнь Марика у Бройлера, хотя они не доживают до случаев проявления болезни Марика, но доживают до случаев проявления колебактериоза, вызвана, спровоцирована этой болезнью Марика. Кроме этого, циркуляция вируса патогенного на восприимчивой системе, мы с вами уже говорили, приводит к усилению его вирулентных свойств. Вот циркуляция Маричного вируса на цепляторах-бройлерах приводит к увеличению его вирулентных свойств. Надо просто помнить еще раз, что заболевают, заражаются в первые две недели жизни. Мало того, через семь дней после заражения вирус выделяется из перьевых фолликулов и, соответственно, заражает других. То есть происходит пассирование на восприимчивой системе неиммунной птицы. У нас омолаживается болезнь Марика. Мы уже говорим о том, что иногда видим болезнь Марика в 40-45 дней, так называемую кожную форму болезни Марика, из-за того, что он рано стал проявляться на невакцинированном поголовье, потому что он усилил свою вирулентность и появляются очень высоко вирулентные штаммы. Вот это вот серьезнейшая проблема с программами вакцинации. Существуют ли методы вакцинопрофилактики бактериальных инфекций? Да, это проблема довольно серьезная в птицеводстве, поскольку хоть и по количеству вирусных болезней или так называемых нозологических единиц у нас болезней больше вирусных, но по количеству все-таки павшей птицы от заразных болезней больше от бактериальных. И на первом месте здесь колибактериоз. Колибактериоз – это секундарная инфекция. Надо просто понимать, и врачи должны знать, что он всегда вторичен, провоцирующим агентом является чаще всего какой-то вирус. Бывает и микоплазма, бывает нарушение схемы иммунизации, поэтому колибактериоз довольно часто проявляется. Но при колибактериозе кое-где на Западе есть вакцины, которые применяют. В большинстве случаев не применяют никаких вакцинных препаратов, потому что вариантов колибактериоза очень много. Их там больше ста вариантов. В антигенном плане сероварианты, они различные. Основная масса бактериальных болезней, к ним относится пастерилез, к ним относится микоплазмоз, условно бактериальный. Это не совсем бактерия, микоплазма это где-то между вирусами и микробами. Микоплазма галисептикум и микоплазма синовия. Такая опасная болезнь, как сальмонеллез, это группа болезней. Их много сальмонеллезов. И наиболее опасна и для птицы, и для человека сальмонелла интерититис инфекция. Вызывает токсикоинфекцию у человека и может передаваться от курицы к человеку. Особо опасен туберкулез, особо опасен кампилобактериоз. Начну по порядку о некоторых этих инфекционных болезнях. Значит, сальмонеллез. На самом деле известны птицеводстве были виды сальмонелл, начиная с 70-х, 60-х годов прошлого века. Самая широко распространенная болезнь, и болезнь, которая наносила огромный ущерб птицеводству, это сальмонеллез, вызываемый возбудителем сальмонелла, пулором, галинаром. Или в птицеводстве его называли пулорос. Для человека как бы не опасна болезнь, человек не болеет этой инфекцией, но для птицеводства в экономическом плане очень опасна. В нашем институте, тогда Всесоюзном научно-исследовательском ветеринарном институте птицеводства, были разработаны и методы борьбы с этой инфекцией, и средства диагностики. Были разработаны такие препараты. На сегодня вроде бы сальмонеллез, именно пулором, галинаром, не актуален. Вроде бы его не стало, но на первое место вышла адаптированная к виду кур сальмонелла, это сальмонелла интеритидис тоже. Он считается патогенным и для человека, этот возбудитель, и передается от птицы к человеку в виде токсикоинфекции. Также есть сальмонелла тифимюриум, но появились и другие виды сальмонелл, не адаптированные к курицам, и они проявляются на птицах. Это сальмонелла Вирхов, Лондон, много их видов, больше двух тысяч. Но делать вакцины против всех видов сальмонелл нету необходимости. И не нужно. Кстати, все эти две тысячи видов сальмонелл объединены всего лишь в три группы в антигенном плане. Поэтому достаточно сделать трехвидовую вакцину, и мы защитим вообще от сальмонеллеза. Я считаю, птицу, особенно во взрослом состоянии, особенно родительские стада, за месяц до начала яйцекладки надо провакцинировать и против этой болезни. Хочется отметить, что в Российской Федерации планировалось разработать программу борьбы с сальмонеллезом, поскольку на Западе такая программа есть, и я считаю, программа вакцинации должна быть там представлена. По туберкулезу. Я считаю, это довольно серьезная проблема на сегодня, хотя вроде бы туберкулез у нас не проявляется, но туберкулез в животноводстве и вообще в эпистологии разработаны прекрасные методы диагностики в виде аллергопробы. Внутрикожно вводится туберкулин, специальный туберкулин, при том мы знаем, что туберкулезная палочка есть человеческого типа, бычьего и птичьего типа. И человек может болеть, кстати, всеми этими типами, так же, как и бык может болеть всеми этими типами. Поэтому в этом плане туберкулез, мы проводили туберкуленизацию и крупного рогатого скота, и свиней, и птицы когда-то. На сегодня туберкулинизация птицы не проводится. То есть внутрикожно в бородку вводили микродозу этого туберкулина птичьего и смотрели, есть ли аллергическая реакция или нет. На сегодня эта проба не проводится. Почему? Потому что, по сути дела, эта бедная птица живет слишком мало в этой жизни. Даже несушка, даже родительские стада живут максимум полтора года. То есть 4-5 месяцев ее выращивают, и потом год она несет яйцо. Но туберкулез – это болезнь старых животных. Это касается и человека, и крупного рогатого скота, и свиньи, и курицы. Поэтому за это время птица даже теоретически не заболевала туберкулезом. Поэтому мы отменили эту процедуру туберкулинизации. На сегодня модным становится пускать птицу в линьку. Что это такое? Это когда птица вот уже вынеслась, принесла достаточное количество яйца, и считается, ее надо забить, она больше яйца не дает, или дает мало яйца нерентабельно ее дальше держать. То есть, когда яйценоскость падает ниже 80%, птицу уже нерентабельно держать. Ее забивают и пускают эту тушку либо в пищу людям, либо животным, да? Особенно не сушку. У нас в основном для человека бройлера, бройлерное мясо потребляют. Хотя я считаю, что есть плюсы и есть минусы в этом плане. Некоторые птицехозяйства у нас пошли на то, чтобы запустить птицу в линьку. Что это означает? Это если птицу ограничить ей кормление и ограничить освещение, то она сбрасывает с себя перо и перестает нести яйца. То, что происходит с курицей в нормальных естественных условиях. У бабушки в деревне, когда она держит курицу, она зимой яйца не дает. Не дает в основном из-за долготы дня, не из-за температуры, а из-за долготы дня. Вот в этом плане птицу пускают в линьку искусственным способом. Прекращают освещение, уменьшают освещение, уменьшают дачу корма, рациона. И птица сбрасывает яйцо. И как это? Лечебное голодание прошло. Потом постепенным увеличением долготы дня освещения и особым рационом птицу снова запускают в яйценоский период. Она снова начинает нестись. При этом она несет более крупное яйцо и может дойти снова до яйценоскости более 90%. И снова выдержит целый год. Теоретически можно и 3-4 раза это сделать. Но у нас делают хотя бы один раз некоторые птицехозяйства. Но эта курица становится старой. И тут есть опасность возникновения птичьего туберкулеза. Вот если те птицехозяйства, которые перешли на этот метод пускать птицу в линьку, запускать птицу в линьку, перьярую птицу так называемую, то им по идее нужно провести туберкулинизацию этой птицы. И если появится отек с бородки или сережки, куда вели этот туберкулин, то такую птицу она подлежит уничтожению. В этом плане, я считаю, с туберкулезом нужно будет вернуться, если мы стимулируем наших птицеводов запускать птицу в линьку. А многих это стало интересовать. И экономически это на самом деле выгодно. Пастерилез. Тоже в нашем институте была разработана вакцина против пастерила мультоцида инфекции. Пастерилез он возбудитель общий для всех видов животных. Кстати, и для свиней, и для крупного рогатого скота, и для птицы. Я считаю, самый лучший метод борьбы с этой инфекцией – это вакцина-профилактика именно вакцины против пастерилеза. Особо это касается водоплавающей птицы. Если говорить о будках, о гусях, там нужно это профилактировать. Но даже в некоторых птицехозяйствах Российской Федерации, в куроводческих так называемых хозяйствах, необходимо проводить эту вакцинацию, если есть неблагополучие по этой инфекции. Как Вы считаете, рационально ли применять антибиотики в качестве профилактического средства? Ветеринарным врачам в борьбе с бактериальными болезнями, к сожалению, до сих пор нравится такой метод борьбы, как антибиотикотерапия. И, к сожалению, иногда люди говорят такое слово, как антибиотика-профилактика, что абсолютно неверно. Я призываю ветврачей не давать антибиотики на всякий случай с профилактической целью. Почти в каждом птицехозяйстве с нулевого дня видишь антибиотика-профилактика, и начинают давать. Где-то 3 дня, где-то 5 дней, в зависимости от того, есть сальмонеллез или нету сальмонеллеза. Я считаю, этого делать нельзя, потому что мы не столько пользы приносим этим действиям, сколько двукратный вред наносим. Во-первых, мы убиваем нормальную микрофлору кишечника, и не только кишечника, который должен быть в различных органах и тканях, и даже в яйцеводе нормальная микрофлора, лактобактерии там существует. Поэтому применять антибиотики с профилактической целью, и даже не с профилактической, не совсем правильно. Там, где есть возможность заменить антибиотикотерапию применением иммуноспецифических средств в виде вакцинации, лучше это сделать, заменить. Там, где есть возможность уменьшить иммунодефицитное состояние и, соответственно, уменьшить проявление колебактериоза разработкой правильной схемы вакцинопрофилактики, не вызывать с этой иммунодепрессией частными вакцинациями относительно горячими штаммами, так называемыми слабо ослабленными штаммами, есть такое понятие горячие штаммы. Вот там нужно и применять именно эти методы. Там, где можно применить пробиотики вместо антибиотиков, где можно применить пребиотики, где можно применить заместительную терапию в виде таких препаратов, как олигосахариды, да, есть такие препараты. Нужно это делать обязательно. Там, где есть возможность применить бактериофаги, короче, методов альтернативы антибиотикам очень много. И, к сожалению, на сегодняшний день в птицеводстве все больше и больше мы выделяем микроорганизмы, которые резистентны практически ко всем известным нам антибактериальным средствам. Не только антибиотикам, но даже и к сульфаниламидам и к нитрофуранам. Это все последствия неправильного и бездумного применения этих антибактериальных средств. Вот в этом плане нужно максимально уходить от применения этих антибактериальных средств. Во-первых, потому что мы убиваем нормальную микрофлору. Во-вторых, потому что мы не всегда правильно боремся и появляются резистентные формы. И, в-третьих, из-за того, что остаточное количество этих антибактериальных средств остаются в продуктах птицеводства и в мясе, и в яйце. И потом попадает на стол нам с вами и нашим детям. И у нас появляются резистентные формы микробов и в гуманной медицине у человека. И потом мы не знаем, как вылечить ту или иную болячку у человека. Вот в этом плане, я считаю, применение иммуноспецифических средств, и именно вакцин при бактериальных инфекциях, там, где это возможно, нужно обязательно делать. И максимально уходить от бездумного применения антибиотиков. И как бы мы ни читали лекции, большинство ветврачей скажут, да ладно, это хорошо вот читать, я знаю, вот попробуем мы не дать с первого дня антибиотики, мы же знаем, что появятся эти проблемы. Неправда. Мы знаем хозяйство, мы знаем такой метод, мы знаем, где применяют правильно иммуноспецифические средства и не применяют антибиотиков, и никаких последствий, никакого увеличения случаев колебактериоза нет. Я уже говорил о крупнейшей птицефабрике в мире, не в Европе, как раньше говорили, а в мире теперь уже, Синявинская птицефабрика, которая при правильно разработанной схеме вакцинации, при замене живой вакцины против болезни Гомбора на инактивированную, ушла от применения антибиотиков вообще. И врачи забыли, что такое колебактериоз. И уже, если вы им покажете на картинке, спросят, что это такое. Я считаю, что нам с этим придется бороться, нам с этим придется все чаще и чаще сталкиваться. Это вторая серьезная проблема в ветеринарии и в птицеводстве – это применение антибактериальных средств. Это очень серьезно. Какие еще существуют болезни, опасные в плане эпидемиологии? Если говорить об инфекционных болезнях, общих для человека и животных, в птицеводстве к ним еще относятся и орнитоз, это хламидийная инфекция, и птичий гриб, или правильнее сказать гриб-птиц. Если говорить об орнитозе, это болезнь, которая передается от птицы к человеку, чаще всего передается голубями. В нашем городе это, кстати, довольно активно проявляется. Чаще всего эта болезнь передается и от попугаев, и проявляется у человека инфекция так называемым гриппоподобным состоянием в виде острого респираторного заболевания, головных болей и так далее, повышения температуры. Но болезнь на самом деле на сегодня не очень актуальна, и мы ее все меньше и меньше наблюдаем. Довольно актуален остается птичий гриб. Эта инфекция тоже относится к зооантропонозам. Два слова хочется вообще сказать о вирусе гриппа. Во-первых, надо иметь в виду, что грипп любой, что свиной, что человечий, что птичий, это вирус, который находится у птиц. И нормальным резервуаром этой инфекции, этого возбудителя, является дикая, чаще всего перелетная водоплавающая птица. Гуси, лебеди, утки и так далее. Притом они более устойчивы к проявлению этой болезни. Самая высоковосприимчивая – это индейка. Там практически, если появляется этот вирус в хозяйстве, то приводит к гибели практически 100%. В птицеводстве после этого на втором месте курица тоже может вызвать гибель до 100%. Но даже если часть птицы выживет, если появляются так называемые слабовирулентные штаммы вируса гриппа, есть высоковирулентные или высокопатогенные, как неправильно некоторые наши коллеги зарубежные называют. Правильнее все-таки сказать высоковирулентные, а не высокопатогенные, потому что патогенность не бывает высокой или низкой. А вирулентность – это и есть степень патогенности. Вот в этом плане тот самый грипп, вариант H5N1, который с 2004-2005 года возник у нас в России, эта инфекция вызвала такую большую панику и опасность, в том плане, что вирус перешел от птицы к человеку. На самом деле классический грипп, любой грипп, и мы знаем, что нам медики каждый год говорят, вот в этом году появится такой-то вариант H1N1 или H3N1 и так далее, неважно, свиной, человечей или какой. Они уже заранее это знают, потому что в принципе в странах Юго-Восточной Азии начинается эта эпидемия или пандемия, которая идет из Юго-Востока через территорию России на северо-запад и на европейский континент. Почему мы это знаем? Потому что в принципе птица перелетная, дикая перелетная утки, гуси, переносят этот вирус, останавливаются на отдых в странах Юго-Восточной Азии, чаще всего это Китай, и там передают этот вирус свиньям. Вот только в свинье происходит так называемая реассортация штаммов, где появляются новые варианты вируса гриппа. Что такое реассортация? Это если у свиньи был вариант, например, H1N2, птица передала ему H5N3, то оттуда может выйти H5N1 или H3N2 и так далее. То есть они в организме свиньи обмениваются своей генетической информацией, меняются нейроминидазой и гемоглютинином. Поскольку вирус гриппа имеет 8 антигенов и, соответственно, 8 антигенных детерминантов, 8 отдельных нуклеотидных последовательностей, в организме свиньи они разбиваются на эти 8 частей, и один вирус может обменяться, извините, шапка от одного, пальто от другого. Вот таким образом выходит новый вирус. Эта реассортация приводит к тому, что у нас каждый год появляются такие новые штаммы. Что нам делать? Почему этот вирус потом попадает к человеку? Потому что от свиньи проще всего, и люди рядом со свиньей держат у себя, возле дома, к себе поблизости, вследствие того, что самые близкие клеточные рецепторы у человеческой клетки – это свиные. Пусть мы с вами знаем, да, что ближе всего к человеку, извините, свинья. И поэтому ее ткани ближе всего. Вирус гриппа от свиньи легко переходит на человека, и отсюда пошла эпидемия, пандемия и так далее. От птицы напрямую это никогда не происходило. В 2005 году впервые ученые обнаружили, что птичий грипп от птицы может попасть на человека. Была опасность того, что птичий вирус так освоится у человека, что он начнет от человека передаваться другому человеку. Но этого не произошло. Он не приобрел такой способности. Вирус попадал только напрямую от птицы к человеку, и то вследствие очень близкого контакта. Иногда в некоторых странах это доходило до того, что там резали курицу и сразу пили ее кровь, извините, зараженную. В некоторых странах Юго-Восточной Азии это происходило. Вот таким образом заболевал человек. Оппоненты наши говорили о том, что подумаешь, ничего тут страшного, погибло там около ста человек, ничего страшного. Это как там пример приводили, от того, что упал кокос на голову, и то больше погибло людей в мире. С одной стороны, это так, вроде бы немного погибло. Это благодаря тому, что вирус не приобрел способность передаваться от человека к человеку. И слава богу, то есть не развелась пандемия. Иначе была бы довольно серьезная пандемия. Особо угнетало то, что из всех заболевших больше 60% умерло. То есть летальность была очень высока. Заражаемость невысокая, а летальность очень высокая. Вот в этом плане и болезнь проявлялась и у человека сильнейшим геморрагическим синдромом, кровоизлиянием в различных органах, вплоть до головного мозга. Вот отсюда и проявлением вирусной пневмонии, которая не подавалась лечению никакими антибактериальными средствами. Вот отсюда гибель эта происходила. В нашем институте совместно с институтом гриппа была разработана вакцина против птичьего гриппа для профилактики гриппа у птиц. Вакцина, к сожалению, не нашла широкого применения из-за того, что наши органы Россельхознадзора запретили ее применять в птицехозяйствах промышленного типа, так называемых птицехозяйствах закрытого типа. И сказали, что эту вакцину мы будем применять только в птицехозяйствах открытого типа. То есть в частном секторе, у бабушки, у маленького фермера, там, где он держит во дворе эту птицу, вот там вот мы и вакцинировали. Вакцины, при том вакцины из штамма именно H5N1, хотя мы предлагали вакцину из штамма H5N2, для чего брали различную нейроминидазу, не такую, как у патогенного вируса. Хотя наши оппоненты говорили, только полное антигенное родство всегда это лучше, чем неполное, чем частичное. Но при вирусе гриппа нами было установлено, и не только нами, что защищают антитела против гемоглютинина. Против нейроминидаза они не защищают. Это так же, как при болезни Марека есть антитела, а вирусу все равно. Так же и при гриппе. Антитела против нейроминидазы не нейтрализуют вирус, а против гемоглютинина нейтрализуют и не дают ему развиваться. В этом плане мы и предлагали вакцину из штамма H5N2, чтобы потом отдифференцировать вакцинированную птицу от зараженной. Потому что многие оппоненты применения вакцины говорили, как мы потом отличим птица зараженная или вакцинированная. Антитела и у тех, и у тех есть. Мы и говорили, считайте, маркер есть. Гемоглютинин известен H5, и он защищает. А нейроминдаза, если выявилось N2, антитела к N2, то это вакцина. Если выявилось N1, то это патогенный вирус. Притом мотивировали тем, что надо это определять, тем, что при наличии антител на любом птицехозяйстве из этой страны запрещен экспорт продукции. Я тогда и говорил, очень уж для России был нужен этот экспорт, тем более его не было. Мы тогда еще импортировали куриную продукцию. И на сегодня, на самом деле, даже на сегодня, мы стали уже обеспечивать население своей продукцией птицеводческой, и яйцом и мясо, но и экспорта особенного пока в России нет. Кроме этого, я считаю, что в угрожаемых хозяйствах, там, где рядом птицехозяйство и рядом есть пункт эпизотический очаг, вакцинировать птицу имело показания, поскольку хотя бы потому, что это инактивированная вакцина, и никакой опасности нет. А, кстати, в то же время у нас было в Амурской области, извините, через реку Амур китайцы в открытом доступе продают на рынке живую птицу, и там был птичий гриб. А у нас там, это река меньше, чем наша Нева, через 100-200 метров наши же птицефабрики перелететь вирусу не составляло никакого труда. Я считаю, в такой близости вакцинировать по границе инактивированные вакцины надо было. Редактор субтитров А.Семкин